Тело в плане того, что я делаю, голова в плане того, что я планирую и две связи, то есть я планирую, идет процесс действия и я оцениваю, то есть как действие влияет на корректировку моих планов, то есть действие планы, процесс, еще один процесс. Так вот к сексу это относится так, что любая из четырех составляющих будет, если сбоить, то результат, ну скажем так, не очень вас устроит. Много мужчин винят себя в том, что половая у них, видите ли, дисфункция. Вообще урологи очень много разных терминов придумывают на эту тему, а сексологи сейчас появились, так вообще лучше не комментировать. В общем, такой термин вот дисфункция. Либо у вас свернута поясница, смещение поясничного позвонка, нарушен кровоток в этом отделе спинного мозга, нарушена нервная проводимость, плюс перекос таза, венозный застой в органах малого таза, плюс смена мышечного тонуса, а от мочеполовой диафрагмы зависит очень многое и у мужчин и у женщин. И плюс она сама может быть, как просто из-за перекоса таза, неравномерно она может быть напряжена, там же очень много мышц, много слоев, перекрестные связи, то есть есть проблемы механические, есть проблемы зажатия нервов, есть проблемы застоя крови, все это может возникнуть из-за одного свернутого поясничного позвонка, если он свернут, ну достаточно сильно, и никакой мышечный тонус и просто вытяжка в таком случае не помогут, если таз уже перекосился, то есть там только править, это нужно сразу понять. Вы можете в голове свои установки с детства десятилетиями выкапывать, но если механика сбоит, то при чем здесь психика? Правильно? Правильно. Хорошо, если урологи честно у себя обследуют 2-3 месяца и там хирургу, фануальщику, там еще куда-нибудь хотя бы направление задают, ну разная степень честности, кто не сталкивался, лучше не думайте об этом. Механика. Есть механика другого плана, свернутый шейный позвонок, нарушение мозгового кровотока, неспособность возбуждать нервную систему, ну точнее отпускать ее в это возбуждение, до определенной высоты. Нужно же, что называется, разогнаться, правильно? Перейти в определенное состояние. Если кровотока в мозге не хватает, а возбудиться, это значит тратить больше глюкозы, больше кислорода, их же доставлять нужно, правильно? Если мозга не хватает кровотока, мозг будет уходить в охранительное торможение. Для человека это выглядит как резкий накат негатива или безразличия. Все, стоп. Мозг себя защищает от перерасходов, потому что они опасны. В таких условиях, опять же, люди могут думать, что вот я там негативно отношусь, а вот там может быть установки из детства, механика и кровоток. Если вы вынуждены думать о том, чтобы не дернуть шеи, потому что вам больно, то об оргазме речь уже может, в общем-то, и не идти. Опять же, женщины, допустим, на головную боль часто списывают. Да почему вы решили, что она психогенная? Нет, я понимаю, если вы просто решили там списать какого-то мужчину, это вообще не вопрос. Но если у вас действительно болит голова, так может она как раз и болит, потому что идет шейный спазм, натяжение вот здесь фасций. Есть много типов головной боли, но они завязаны либо на мышечный спазм, либо на нарушение кровотока. Неврологи сейчас будут спорить, что от нарушенного кровотока голова не болит. Болит еще как. На себе знаю, на людях знаю, не принимаются вообще споры. Это насчет тел. Насчет планирования, то есть восприятия. Ну, во-первых, с кем? Во-вторых, что у вас там в прошлом с этим, с мужчиной или женщиной? Это все равно все накладывает. В-третьих, в каком месте? Это тоже как бы часть плана, часть обстановки. Потому что если вы думаете, что смотрящий кот, например, не мешает, то вы глубоко заблуждаетесь. Но вы же знаете, что он смотрит. И нервная система вынуждена распараллеливать процессы. Вот, вот кот смотрит, вот я, ладно, не думай об этом. И много-много-много таких мыслей. Вы можете просто раздробившись на много вот таких вот потоков. Кто-то же еще о работе думает, кто-то там. Не комментируем, надеюсь, надо. Слишком много параллельных потоков. Просто раздергивают внимание. А внимание нужно и своему телу, и там партнеру-партнерши. Опять же, качество секса не устраивает. В этом случае уже, допустим, вопросы с телом порешены. Но в голове тоже нужно внимательно посмотреть. Процесс самого действия. То есть то, как вы все вот это вот обустраиваете. Но опять же, если вы вынуждены думать о том, чтобы не сделать лишнего движения, потому что у вас где-то что-то в теле, какие-то имеются проблемы. Ну, о каких свободных действиях идет речь? Да, я в очередной раз повторяю, что проблемы с телом нуждаются в решении. Просто так их обойти не получится. Тем более, если мы говорим о сексе. Просто еще, когда я работал, допустим, неврологом, иногда женщины были достаточно откровенны, что вот у меня там вот такие-такие проблемы в карте написано, и вот у меня еще такие-такие в плане сексуальной сферы. Я говорю, а ничего, что это две стороны одной педали. В общем-то. Вы просто нужно решать целостно. Они такие с надеждой, да. Я говорю, да. Кто меня хорошо слушал, у тебя, разумеется, все было хорошо. Вопрос восприятия своего собственного тела, то есть вопрос непосредственно получения удовольствия. Если, опять же, свернут позвонок в пояснице и поддавлены нервы, то чувствительность в малом тазу будет придавлена. Не потому, что партнер мудак, как некоторые женщины думают, и не потому, что я там ледяное бревно, как другие женщины о себе думают, и плохо, если это вообще еще вместе объединилось. Ну, просто нерв поджат, импульсы проводит не с должной частотой, и нет восприятия такого яркого, какого бы хотелось. Это достаточно просто решается, но об этом нужно задуматься, то есть элементарно себя проверить. Ну, видео есть на канале там. Нарисуйте вы на себе карту, попросите кого-нибудь, отметьте все линии, как там показано в диагностике перед правкой. Посмотрите на себя и решите, у вас с телом точно все хорошо? Как правило, не очень. То же самое с шеей, если кровоток мозговой нарушен, то, опять же, ваше восприятие, оно придавлено. После правки шеи почти все рассказывают, что зрение ярче, восприятие свежее, там вкус вкуснее. Почему? Ну, потому что больше ресурсов мозга, он может ярче делать чувства. Если вы считаете, что конкретно мужику ничего не чувствуете, хотя он и хорош, так может дело это не в вашей голове, не в мужике, а просто в вашем теле. Но это ладно. Опять же, в голове. Психическая блокировка. Очень частая ситуация, объясню на примере. Мать внушает девочке, что секс это плохо. Не будем разбирать детали, просто плохо. Негативное отношение к сексу ей формирует. В итоге возникает конфликт. С одной стороны, вроде я маму люблю, а с другой стороны, вроде бы и тело требует. Блокировка. Создает конфликт, вы начинаете бороться с самой собой, психика опять же распараллеливается. В таких условиях, может быть, при полностью здоровом теле, как раз тоже ощущение, что вроде бы я ничего не чувствую, и хочется сразу списать на мужика. На самом деле, у мужчин все то же самое бывает, просто женщины, наверное, будут больше смотреть. Так вот, бывает, что дело-то совсем не в теле, а в том, что вы просто часть времени отвлекаетесь на какие-то там подавления своих собственных проблем. Подожди, не мешай, я тут, знаете ли, живу. Сама себе говорите там, на самом деле, отпечатком родителей. Другую часть времени вы отвлекаетесь, а что он обо мне подумал, а вдруг я что-то не так, и только оставшуюся часть времени посвящаете непосредственно удовольствию. В общем, нервная система во многом похожа на процессор, то есть процессор какую-то часть времени выполняет какую-то из команд. Команд слишком много, извини, я зависла, не получилось. Проверить вот это вот все занимает, в общем-то, полчаса, если непосредственно заняться и ничего не бояться. Рентген шеи и поясницы, и так быстренько вспомнить там память, ну-ка, 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 как там, что мне там закладывали, как я себя веду-то. Получаете карту всего этого, смотрите, что вам нужно решать, решаете там за пару месяцев, и если после этого вы никогда до этого, не испытывав оргазм, его испытаете, то считайте, что все у вас замечательно. Если вы до этого испытывали, у вас он стал ярче, больше, чаще, или вы там нашли мужика, или мужик сказал, вау, какая-то крутая стала, это вообще отлично. Если вы, мужчина, допустим, там решили какие-то свои проблемы, вы действительно начали что-то получать с удовольствием, а не супружеский долг выполнять, то все тоже замечательно. 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 Замечательно.